Камеру убедите, камеру убедите Я хочу к ним, мне так жарко А я не сфоткался с монеточкой, с гречкой, потому что я женат Мы сегодня спали просто ужасно Потому что когда мы выбирали этот отель, мы не обратили внимания, что здесь нет комиссионера Спали с открытыми окнами, на улице жара, залетали комары и кусали нас всю ночь просто Меня даже не кусали больше, а жужжали на ухо И это раздражало, дико мешало спать, мы очень долго засыпали Хотя бы повесили бы москитные сетки, даже их нету на окнах Ну хорошо, спали, спали У вас не кусок? Ладно, мы дорогу не открывали Да, потому что вы невкусные У нас сторона этот тень Вам повезло, ребят А сейчас мы перебираемся в другой отель, потому что этот отель мы бронировали за свой счет Другой отель нам оплачивает Вакофест Вот, сейчас будем до него добираться, заселяться и выезжать на Вакофест Мы приехали к нашему отелю, он называется Nautilius, Pompilius На самом деле просто Nautilius Inn и похож он на санаторий Такой, знаете, лаконичный минимализм Ребята, просто еще не заселили их, после двух заселяют, а нам уже дали на мирочек Нам повезло в этом плане И мы их приедем до двух часов На самом деле мы будем все на Вакофесте, поэтому ничего страшного Ну что, проверяем, есть ли кондиционер в номере Ура! Очень быстрый ром-тур Тут кроватка Там меньше Это я Я в номер не входил Ну, то есть я пошел, но я не входил в состав номера, вот Тут зеркало, а там девочки А за девочками, наверное, ванна По ощущениям, кроватка мягкая И как так, и не скрипит И здесь почему-то вместо Санкт-Петербурга Венеция Ну вообще все уютненько, нормально Не знаю Если санаторий, то хороший Ребята, оцените, какие у меня сегодня очки О, какие Огромные Я их на самом деле еще, по-моему, ни разу не надевала на какие-то мероприятия Сегодня захотелось вот быть немножечко другой Мне нравится, прикольно Все, мы побежали разбирать вещи и увидимся с вами на Вакофесте Смотрите, кто к нам присоединился Мы супер-пупер опаздываем У Наташи через полчаса автограф-сессия А Наташа даже не завтракала Я нервничаю, что я опаздываю, не люблю опаздывать Просто были жесткие пробки и ехать нам оказалось далековато Но мы уже добрались, теперь осталось пройти на сам фестиваль Все, мы внутри, пока успеваем Прямо впритык За 10 минут до автограф-сессии мы успели зайти Субтитры сделал DimaTorzok Как все прошло, Наташка? Намечательно! Но я была такая голодная, что каждый порыв ветра приносил мне вкус бургера И вот он со мной, наконец, малышочек Завтрак чемпиона На голодный желудок? Надеюсь, я выживу Пока Наташа фотографировалась, мы уже успели скушать эти бургеры И это, кстати, нашими бургерами пахло ей Ребята, я тут понял одну тему Мы постоянно говорим, что он наш друг моряк Наш друг моряк Но как-то не вдаемся в подробности И вот, наверное, нужно немножечко вводить персонажей И больше о них рассказывать Расскажи, чем ты как моряк занимаешься? Ну я тебе серьезно говорю Сейчас без шуток В море хожу Электромехаником работаю Ну что за судно российское, нероссийское? Нероссийское судно иностранного производства Как правило, значит, корейская или китайская постройки Флаги очень различные Мультиэкипаж смешанный Работа на английском языке Так что, подожди, ребята, учите английский язык Он вам очень пригодится в жизни По времени на сколько ходишь? Четыре месяца и больше А как семья, дети? Ждут, я думаю Ну, не, нормально вообще к этому относятся Отлично относятся Зарплата хорош? Очень хорошая Лучше нет зарплат Если работать где-то на кого-то Техническим специалистом лучше не заработать Больше не заработаешь Ну, либо тогда свое дело иметь Вот, ребята, теперь вы немного больше знаете о Даньке Надеюсь, вам понравилась его история Я люблю работать Руками Дань, комаряк! Дэй, комаряк! Дэй, комаряк! Дэй! Дэй, комаряк! Смотрите, кого мы нашли, ведущих нашего собрания. Маша, почему ты... Никогда не подписывайтесь на их инстаграмы. Никогда, никогда. Нет, нет. Их инстаграмы открывают мозг, их сториз открывают мозг, нет. Ну все, теперь собрание блогеров точно состоится этим вечером. Иди сюда, это наш друган Даня. Я Маша. Они дерьмо, мы крутые. Даня и Даша. Легендарный день. Легендарное знакомство. 28-й еще не какой. 27-й, 28-й. И на сцену выходит команда Персика. У нас в прошлом году не было проходки на сцену, в этом году есть. И мы пришли искать Светлану Лобаду. Как-то даже неловко здесь находиться на сцене и не выступать. Стой, Наташа, стой. Сейчас меня как узнают, как начнут кричать или нет. Ребята, вид со стороны сцены выглядит вот так. Легендарный день, да? Давайте выжимаем. Здесь будет не только вид на сцену, но и на попку Светланы Лободы. Поэтому я думаю, мы останемся. Вообще совсем за сценой. На пляже вот что происходит. Жара, люди купаются, отдыхают. Наташа, что тебе это напоминает? Расскажи, пожалуйста. Да я вообще не ожидала. Мы сюда зашли, я как будто в другом мире оказалась. Как будто в Геленджике. Здесь пляж длинный, людей много, все загорают. Я хочу к ним, мне так жарко. Моя любимая песенка из последних. Не знаю. Мне все нравятся, честно говоря. Наверное, про глаза. Она уже старая. Из новых, наверное, все. Люди как люди. Я суперзвезда. Сейчас будем плясать, ой, плясать будем. Данька будет рваться в танцы просто. Слушай, если честно, я не знаю ни о той ее песне. Ну, может быть, стыдно, может быть, не стыдно. Ну, кому как. В общем, это не тот формат музыки, который я слушаю. Я просто не буду слушать. Я старомодин. Я старомодин. Специально для него завтра на ВК-фесте в 8... Ой. Специально для него на ВК-фесте завтра будет выступать в Боярске. Даня только что сказал, что он не знает Лободу. Но вы обратите внимание, как он подготовился. Посмотрите, сколько людей пришли на Лободу. Полный зал, битком, полный пляж. Ребята, интересный факт на сцене не особо слышно. Тексты песен не слышно, но я знаю наизусть. В этом плане ребятам, которые там, кайфове. И все песенки слышат. Что тут лучше тебе слышно, твой любимый певец? Да, песнь слышно отличная. Сейчас покажу вам, как ребята за сценой управляют картинкой. И все, что вы смотрите в прямом эфире и в записи потом с ВК-фестом. Вот как это происходит. Эти ребята управляют операторами через рацию. И плюс управляют спецэффектами, которые происходят на сцене. Мы все еще не теряем надежды сфоткаться со Светланой Лободой. И для этого нам приходится голосоваться за сценой. Но мы слышим ее божественный голосок и хедлайнерскую песню. Супер-звезда. Спасибо. Ура! Я сфоткалась. Как вы говорите, гештальт закрыт. Все люди как люди, а у меня фоточка есть. Со Светочкой, со Светланкой. А я не сфоткался с монеточкой, с гречкой и с лободой. Я неудача. Многие из вас, возможно, спросят, почему мы берем с собой Даню? Ну вот почему. Таймер раскрыта. Камеру уберите, камеру уберите. Воу-воу-воу. Дань, это что наша камера? Блин, он еще просто не понял все инструкции. Он мне трудно обучаемый. Но мы его научим. Но главное, что он секьюрити. Он вообще-то прошел курс краткий обучения у секьюрити Лободы. Короче, Лобода есть. Дождик прошел. Погодка стала более благоприятной. И мы пошли гулять. Ребята, мы попали в страну чудес. Тут и Алиса, и все остальные персонажи. Ну что, как там? Расскажи хотя бы двух словах, что такое... Неожиданно, неожиданно. Эротично, неожиданно. То, что мы издали. 18 селевых. Голые мужики. Ты пойдешь? Ну, ради эксперимента разве что. Потому что я женат. Ну ладно, придется сходить. Тебе, да. Не, я не женат. Беру удар на себя. Ну, вперед, удар на себя. Он не обременен отношениями официальными. Официальными, официальными. Сейчас, еще один референс. Еще один референс. Что же там такое происходит? Что там, расскажи хотя бы. И без комментариев. В двух словах. Там голый мужчина или женщина. Если вы... Мы не узнаем. Надо пробовать. Ребята, ребята. Пока вы не попробуете, вы наверняка не узнаете, ваше это или нет. Я базарю. Я где-то близок к истине. Это какая-то провокация. Вот я чувствую. Я чувствую. Смотри, он улыбается. Блин, я попал. Это 100% провокация. А те, кто задерживаются подольше там... Что? Что там? Что там? Что там? Наташ, там все обман, мне кажется. А где ты что стоишь? Зря стоите там, неинтересно. Я, ребята, занимала очередь в палатку 18+. Как истинная, истинная. Где? Где? Наташ, ну как? Как тебе? КАКАЮ Продолжение следует... Продолжение следует... Мы добрались до автопати, автопати будет в Хабаре, мы сейчас сидим, ждем всех остальных на террасе. И я хотел добить интервью с Данькой про то, чем он занимается, потому что сейчас его спрашивают, а что ты делаешь? И я понимаю, что это интересно тоже. Дань, так что ты делаешь на судне, рассказывай? Ну, преимущественно занимаюсь обслуживанием оборудования, конкретно я, электрического. А вообще, скажем так, мы создаем условия для нормальной работы судна. Можешь пример сказать, что случится и когда ты нужен на судне? Меня зовут, когда ломается что-то, какие-то, скажем так, электрические механизмы, то есть конкретно. Я электромеханик, поэтому вот. А так каждый отвечает за свое. Ну, для примера, электромоторы какие-нибудь или контакторы, или автоматика ломается. Ну, соответственно, зовут меня. Короче, чтобы судно не утонуло. Окей, а про температуру ты говорил что-то? Да, собственно, на судне есть, скажем так, два департамента. Один это навигация, это которые сидят на мосту под кондиционером, и другие в машинном отделении. В машинном отделении, где работаю я, особенно в горячих районах плавания, достаточно жарко. 44 градуса где-то, 40-44 градуса. Вот, ну и тяжелый труд. Приходится выходить под кондиционер, садиться, пить много воды, чтобы не получить обезвоживание. Все, спасибо, молодец. Ребята, 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 вам совет, короче. Если кто-то хочет, значит, заниматься, или у кого-то лежит к технической специальности, я хочу вам сказать, учите математику, английский язык, любите маму и мойте ручки. И после туалета. Ну что ж, мы приехали в Будда-бар, и парней не хотели пускать в шортах, потому что здесь очень красиво, и надо выглядеть соответствующе. Но, к сожалению, мы не очень были осведомлены о том, что здесь какой-то особенный трес-код, поэтому... Значит, меня пустили в шортах, он просто посмотрел на меня, говорит, ты красивый, реально. Ты проходи. Ну, и мне пришлось вписаться за ребят. Как раз именно его и не пустили. Смотрите, как здесь красиво. Данька, Данька, тебе весело? Вообще, мне весело всегда. Красавчик, дай Петинку. Потому что ты с Русиком, да? Конечно. Нам с тобой всегда весело. Заметьте, нам утром весело, днем весело, в обед весело, в полдник весело. И весело даже вечером. Вкусно с Рус... Ой. С Русланом. И с Данькой. Привет! Хотите, сейчас в моем влоге появится барышня одна. Она очень меня любит. Скажи ей, скажи, Русик классный. Давай. Русик классный. Ты что, не проснулся или еще раз? Ты штышь, да блин. Что ты у меня какая-то? Какой Русик? Там надо сначала welcome drink сделать. Понятно, она еще не готова. Ну, вы знаете, Наташу. Ей нужно сначала welcome drink, потом она расскажет вам, какой Руслан на самом деле. Да? Да, Наташка? Да, скорее всего так. Чем занимаются Руслашка и Наташка на автопатии? Конечно же, мы кушаем. Меня с камончиком. А это киотзе с хрюшкой и свитчили соус тут еще. Если проще, жареные пельмени. Очень вкусно.